В посёлке Хандыга в рамках года гражданско-патриотического воспитания в Тампонском районе состоялась выставка декоративно-прикладного изои технического творчества учащихся школ и учреждений дополнительного образования УЛУСа. Сюжет нашего корреспондента в Хандыге Марии Винокуровой. Подобная выставка работ учащихся проводится ежегодно. В этом году она уже 21-я. В экспозициях представлены работы 250 учащихся по 20 разделам. Резьба по дереву, шитьё, вязание, вышивка, изделия из кожи, дерева, меха, керамики. Работы представлены на хорошем, высоком профессиональном уровне. Видно, что в детей вкладывают свой талант, любовь. Это их руководители, педагоги. Учитель технологии Кресхачайской средней школы, народный мастер Евдокия Слепцова привязала на выставку свыше 40 новых работ своих учеников, среди которых большая часть на военную тему. Особое место занимают работы, посвященные земляку, снайперу Фёдору Охлопкову. Мы постарались сделать побольше работ о герое Охлопкове. Это снайпер лёжа стреляет в противника. А это работа «Внука героя Охлопкова. Якутский календарь» на тему «Когда закончится война». Ребятам очень интересно. Вот посмотрите, сколько оружия они сделали. Жюри отметила высокий технический и художественный уровень работ учащихся из сёл Кресхаджаи и Мигна Алдан, которые и увезли наибольшее количество наград по номинациям. Все победители представят свои работы на ежегодной республиканской выставке декоративно-прикладного творчества «Радуга Севера». Мариевина Курова, Дюсан Тастяков, НБК Саха, Хандыга.